Что выносится и что делать? Изъятые вещественные доказательства во время выживания в мэрии. Все, погодили. А сколько вам заплатили, товарищ прокурор? Подождите, давайте бы я сказала оциализованном. Нам не заплатили. Расскажите, пожалуйста, с чем связано сегодняшнее следственное действие? С криминальным проваджением. Криминальное проваджение с чего касается? С чего он касается? С криминальным проваджением. Позор вам просто. А что изъяло? Позор прокурору. Позор прокурору. На комментарии. Где наши русалки? Да, не сдали. Не видишь, не сдали. С криминальным проваджением. Что? Ну, можно, можно... Ну, вот, можно, можно, можно... Легу не ехать, он не хочет. Что, дефирает? Дефирает. Здесь скажут криминальным. Тихо. Саша, а что это не на крыльце? Ижон, не захотел давать интервью? Нет. Значит, никого из работников исполкома в кабинет мэра не пустили. Мы скрыли его специальными приспособлениями, хотя я уже потом просила, что есть ключи, не ломайте хотя бы дверь, если вы все равно вознамерились туда войти. Была там, к счастью, Наташа Мизюкина, поэтому я думаю, что она там зафиксировала, что они там нашли. Но видно, что уровень работников прокуратуры очень умиляет. Они настолько элементарные вещи, то, что они комментируют, друзья, я просто в шоке, в каких руках мы находимся. И наше вообще законодательное поле. Это просто жах. То, что там как бы понятно, не знаю, что они там нашли. Во-первых, мы ни одного протокола не видели. Никто из нас ни одного протокола не подписывал. За уважение мы не писали. То, что у нас изъяли в кабинетах, мы не знаем. То есть на сегодняшний день я просто не понимаю, что у меня в кабинете забрали. Кроме того, что они носились с этой георгиевской лентой, как больные на голову. Такое впечатление, что это самое большое преступление в мире, которое у законодательной и исполнительной власти может быть. Потому что ее же нашли у Любивого и у меня, значит. Это у нас, я так понимаю, нам инкриминироваться будет, как самое страшное нарушение. Какие документы еще у нас взяли, мы не знаем, потому что протоколов нет. Но это, конечно, просто такого за сколько лет работы и в средствах массовой информации, и в исполнительной власти, я просто такого ужаса поведения людей при власти я никогда не видела. Это просто хочется говорить только грубыми словами. Просто грубыми словами, которые я не могу говорить в камере. Вы сказали о том, что вскрыли кабинет мэра. Как это происходило? Они были взломаны, поломаны, применялись какие-то средства специально для того, чтобы их открыть? Ко мне лично применялось физическое воздействие. Обещали, что оденут на меня наручники и выведут. Потому что я была единственным человеком, который этому сопротивлялся. Даже я так понимаю, и шла речь, и звонил кому-то наш исполняющий обязанности прокурора, вызывал группу подкрепления и даже Альфу, потому что там была сумасшедшая женщина, которая мешала им вести следственные действия. Но я им указывала только на то, что наступило 10 часов вечера, было 10.20. По любым законодательным нормам в 10 часов вечера, если следственные действия какие-то начаты, то они заканчиваются, новые не начинаются. То есть они начинали обыск совершенно в другом кабинете. Я говорю, почему вы не сказали об этом, что вы собираетесь вообще смотреть кабинет мэра раньше? А почему мы должны вам об этом говорить? Ну, в общем, странная позиция. Я так понимаю, что они ждали, пока все работники исполкома брали нас просто измором. И вследствие у нас исполняющий обязанности городского головы Паскаль находится сейчас в больнице, в реанимации, в очень таком странном состоянии, потому что утром будет консилиум врачей, решать, что с ней делать, или перевозить ее в областную больницу, или оставлять здесь, насколько ее состояние позволит. Потому что у нее очень серьезное, как бы, видимо, на почве всех этих переживаний, очень серьезное состояние здоровья ухудшилось. Ждали, видимо, когда мы все уйдем, для того, чтобы это сделать. По сути, это уже было 10 часов вечера. Они сказали, что они заканчивают протокол, мы сможем с ним ознакомиться. И в плане законодательного мы должны были написать свои зауважения и, во всяком случае, его подписать. Во-первых, нарушение закона. Протокол писался общий. Не по каждому кабинету в отдельности. Я не могу подписываться за кабинет Паскаль, Паскаль не может подписываться за мой, а Решака не может подписываться за наши кабинеты. То есть, по-любому, это должен был протокол, каждый быть по отдельному помещению. То есть, это грубое нарушение. По отдельному юридическому лицу. И по каждому юридическому лицу. Потому что исполком это исполком. Два управления, это два управления. Это два отдельных юридических лица. По кабинету мэра вообще речь не шла, что там что-то будет происходить. Поэтому это, конечно, это просто наглость. Вскрывался этот кабинет. Был приглашен человек. Как он там называется? Я не знаю. Со специальными приспособлениями. Я застала их на том, что он вскрывал дверь. Поэтому я встала у двери и сказала, вы туда не пройдете. Это все прокурора подвели. Приглашены были два работника милиции вместе с прокурором. Три здоровенных мужика, которые, естественно, моей силы там не хватило, чтобы сопротивляться. Вот и все. Это все зафиксировано было. И Наташа в это время там. И был, кстати, представитель небезызвестного средства массовой информации, который был нанят, оказывается, прокуратурой и снимал весь следственный процесс. Но я так понимаю, что он не просто его снимал, потому что все это сразу же выкладывалось в интернет. И та информация, вся грязь, которая появилась из нашего исполкома, это все было с подачи этого товарища, при том еще и кандидатов в депутаты. То есть я такого просто не видела. Два, значит, понятых были. Это были люди, которые наняты нашим краем, и они стоят у них в палатке. Ну то есть как бы настолько не то, что белыми нитками это все шито, так еще и постоянно на связи. Значит, я не знаю, что они хотели тут найти, какой вообще процесс, или какая перед ними стояла задача, сложно как бы себе понять вообще сейчас. Может, мы об этом узнаем завтра. Может, у них какие-то там еще планы дальнейшие. Может, оно как-то будет во что-то разворачиваться. Но пока то, что мы видели, то есть это искали что-то такое прямо необыкновенное и отчитывались все время наверх. Ну вот ничего такого, ну ничего такого, ну не знаем ничего такого. Не знаю, что они хотели там найти. Что будет завтра? В связи с тем, что городского головы нет и Людмила Паскаль сейчас находится в больнице, какое будет принято решение и как дальше будет работать? Городская голова возвращается уже из Киева, где он был. И сейчас мы пригласили двух очень серьезных адвокатов, которых не пустили на следственные действия. То есть одного, если вы видели адвоката, нашу местную девочку Инну Полякову, ее просто прокурор вытащил за шкирку. Это просто было стыдно и ужасно. Это так себя не может представитель власти вести. Это тоже зафиксировано. Инна уже написала заявление. Естественно, никто не будет останавливаться на этом. Мы пригласили двух серьезных адвокатов. Они уже взяли пояснение. А еще в управлении капитального строительства тоже был обыск. Там вообще было интересно. Там понятые вообще принимали участие в следственных действиях. То есть я не знаю, может они были подготовленные какие-то люди. Все это зафиксировано. Адвокат ей разрешили присутствовать. Она там была. Здесь у меня в кабинете Инну вытолкал он. Потом, когда пришел более серьезный, солидный человек, ей они вменили в вину, что у нее не было соответствующих документов на представление моих интересов. Пришел адвокат с договором подписанным, с ордером, который на представление моих интересов. Показал свое адвокатское свидетельство. Они точно так же ему сказали, вы не имеете права здесь присутствовать. Он ушел. Но это помогло нам в это время сосредоточиться и силы собрать для того, чтобы мы написали сейчас жалобы, объяснения на прокурора области. Позвонили в Генеральную прокуратуру, сообщили о том, что здесь происходит. Завтра же мы пойдем в суд. Я думаю, что никто на этом останавливаться не собирается. Но люди должны поддержать еще. Конечно. Но люди, я думаю, что... Хотя бы люди собраться, чтобы они знали, что творится. Ну, я думаю, что достаточно сегодня было информации, средства массовой информации. Но мы ночью проводили. Городской голова завтра с утра будет? Да. Я не знаю, будет ли он с утра, но я точно знаю, что есть в планах провести пресс-конференцию, встретиться с адвокатами, завтра подавать все документы в суд. То есть завтра будем этим заниматься очень серьезно. Сегодня был отключен телефон, связи с городским головой не было. Он знает, что происходит? Конечно. Да. Мы с ним связывались сегодня? Да. Мы с ним связывались. Спасибо. 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 Спасибо.